Приветствую вас. Мне очень жаль, что ситуация развивается так, как развивается сейчас у вас в контексте данного вашего вопроса, потому что вы сами в себе не уверены, и плюс коллеги вам дают достаточно такую противоречивую, информацию, да, вот, что еще больше вас, наверное, вводит в состояние какого-то заблуждения, что еще больше вводит вас в состояние какое-то вот такое, насчет, ну, состояние дезориентирования, вот. Я бы сказал, что оптимально для вас, чтобы исключить все неточности, да, действительно выбрать себе специалиста, и поработать со специалистом индивидуально, потому что, ну, потому что, наверное, другого лучшего способа нет, нет, как-то вот разрешить свои проблемы здесь, дегущие. Вот, это первое. Второе. Ну, такое ощущение даже, что у вас изначально были какие-то некие противоречия, конфликты, проблемы внутренние, а такое ощущение, что у вас изначально были какие-то страхи, изначально были какие-то вот тревоги, тревоги. Изначально вы были в чем-то неуверенны в себе, именно в себе, и в отношении с мужчиной вы вступили уже имея в себе вот эти вот какие-то проблемы, какие-то переживания, какие-то страхи, комплексы и желания, возможно. И вы говорите, что я начала работать над собой, да, но вы начали работать над собой, как правильно сказала Марина Голикова, вы начали работать над собой для мужчины, не для себя, и забыли о том, что вы у себя, так как бы, самое главное, самое, ну, самое важное, именно на себя ориентируемся, а вы отношения мужчины ставите на первый план. Вот. И именно это, то, что вы ставите отношения и мужчину на первый план, именно это, значит, обеспечивает то, что вы требуете от него внимания. То есть вы хотите от него внимания, вы хотите получить от него внимания. Вам оно для чего-то нужно, это самое внимание. Но почему оно вам нужно? Для чего оно вам нужно? Из-за чего вы в нём так, в этом внимании нуждаетесь? На почему вы требуете от него внимания? Это вопрос, вопрос анализа уже вашей истории и вашей, скажем так, психологической жизни. Вот. Далее. Далее. Значит, так. Вы пишите, притираемся тяжело. Я, как говорится, клюю мозг, а он упрямо уходит в глухую оборону. Понимаете, вы клюёте мозг не случайно. Вы чего-то боитесь, вам что-то нужно, вы чего-то хотите. И для этого вы используете мужчину, совершенно очевидно. Ну, на мой взгляд, совершенно очевидно. Для этого вы используете мужчину, чтобы, ну, реализовать свои потребности. Но нарушаете его личные границы, это раз. Два. Исключаете тот факт, что человек уже, ну, как бы, был разведён, да? То есть, у него уже были отношения, и он почему-то, как бы, развёлся. Я не говорю, что все разведённые мужчины плохие, но я хочу сказать, что у разводов всегда есть причины какие-то. И очень важно причины эти понять, то есть, понять, почему мужчина разведён, что привело к разводу. Вот. Понимаете, какая история. То есть, на мой взгляд, это тоже очень важно. А вы, как будто бы, это всё исключается. Вот. Тот мужчина уходит в глухую оборону, говорит о том, что вы нарушаете его личные границы, и ему что-то не нравится. То есть, он, как бы, защищает. Глухая оборона, это защита. В отношениях вам лучше не доводить до такого, что вот, ну, чтобы человек защищался. Вот. Отношения всё-таки, это, ну, отношения должны быть отдушиной, да, а не местом боевых действий. Вот. Поэтому, ну, тут как, как бы, вопрос в том, да, почему вы клюёте, чего вы хотите вообще и так далее. Вот. Работать над собой тоже самостоятельно очень опасно, можно навредить. Лучше делать это со специалистом. Последние два месяца был в командировке, часто конфликтовали, я требовал внимания, он упрямился. То есть, вам не хватает внимания. Вы испытываете дефицит внимания. Внимание это, ну, собственное ощущение, что вы нужны, что вы важны и так далее. Ну, опять же, это важная собственная проблема, это не проблема у мужчины. Потому что у мужчины, как у любого другого человека, есть вот собственный ресурс, ресурс задачи, который он может предоставить, и мужчине вот он такой, если он всегда таким был, то непонятно ничего, вы от него требуете. То есть, такое впечатление, что вы просто стали требовать от мужчины то, что вам нужно, игнорируя то, что он может дать. А залог успешных отношений, это, безусловно, принятие друг друга. И поскольку обращаетесь к нам вы, и вы над собой вроде как работаете, то вам нужно принять человека таким, как он, и не требовать от него больше. Вот. То есть, лирику исключать, я не рекомендую. Хотите писать ему что-то, пишите. Хотите выражать ему, там, не знаю, свое внимание, ради Бога выражать. Но требовать от него чего-то нельзя. Потому что еще раз, еще раз, да. Отношения, отношения, это не требование от чего-либо, это отдача. В отношениях, люди отдают, а не хотят получать. Вы же хотите, стремитесь получать. Вот. Поэтому то, что вы начали работу над собой, это хорошо, но непонятный ее ориентир, непонятное ее направление. И судя по тому, что вы сделаете, да, как бы результата особо нет. Вот. Вот это вот. Потому что вы не работаете над своей базовой потребностью во внимании, которая в данном случае руководит, ну, руководит вами, руководит вашим поведением. И поведение ваше ориентировано на себя, а не на мужчину. Вот. Понимаете, какая история? То есть, а вы в отношениях занижаете себя, не думаете о себе, думаете о мужчине, живете отношениями, но поскольку себя-то вы предаете, то компенсируете это тем, что клюете мозг. Лучше, если вы не будете мужчине клюать мозг, а сразу будете о себе заботиться, сразу будете свои потребности удовлетворять, но при этом не будете давить на мужчина и живете от него требовать. Потому что то, что он говорит, что у него остыли чувства, это как раз и свидетельство того, что ему с вами стало некомфортно. Свидетельство того, что вы постоянно чего-то от него требуете. Свидетельство того, что вы с ним ведете себя как ребенок, не как равный партнер, а как ребенок, к сожалению. Это не понравится никому, особенно взрослому разведенному мужчине. У КПРВа лучше есть топ. С другой стороны, опять же, причины его упрямства тоже нужно избирать. Если человек, к примеру, упрямится просто потому, что он не привык, да, он не может, не умеет, не хочет выражать, допустим, свои чувства так, как вам хочется. Это одно. А если он это изначально делал, а теперь он этим, типа, как, торгуется, да, то есть пытается манипулировать, то это совсем другое. То есть природа его упрямства нуждается в анализе. Как нуждается в анализе то, что вы клюете ему мозг. То есть как бы это проблемная часть поведения нужно раскрыть. Эти проблемные части поведения нужно раскрыть. В идеале, если вы оба придете на прием к семейному психологу. В идеале. Вот. Но даже если вы не можете этого сделать, то вам одной, в принципе, вполне будет достаточно, значит, поработать над собой. С собой. С собой. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад по ночь. Посмотрите, в интернете треугольник Карпмана. Вы здесь, находитесь в этом самом треугольнике, в роли преследователя и жертвы. Вам из этого нужно выходить. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад по ночь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.